Привокзайна библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию рассказ Михаила Зощенко «Показательный ребенок» и сборника рассказа для детей. Михаил Зощенко, как никто другой, умел находить в жизни смешное и подмечать комичное даже в самых серьезных ситуациях. А еще он умел писать так, что каждый ребенок мог его легко понять. Именно поэтому рассказы для детей из Зощенко признаны классикой детской литературы. Жил-был в Ленинграде маленький мальчик Павлик. У него была мама, и был папа, и была бабушка. И вдобавок в их квартире жила кошка под названием Бубенчик. Вот утром папа пошел на работу. Мама тоже ушла, а Павлик остался с бабушкой. А бабушка была ужасно старенькая, и она любила спать в кресле. Вот папа ушел, и мама ушла. Бабушка села в кресло, а Павлик на полу стал играть со своей кошкой. Он хотел, чтобы она ходила на задний хап, а она не хотела, и мяукал очень жалобно. Вдруг на лестнице раздался звонок. Бабушка и Павлик пошли открывать двери. Это пришел почтальон. Он принес письмо. Павлик взял письмо и сказал, я сам передам папе. Вот почтальон ушел. Павлик снова хотел играть со своей кошкой. И вдруг увидит, кошки нигде нет. Павлик говорит бабушке. Бабушка, вот так номер. Наш Бубенчик пропал. Бабушка говорит. Наверное, Бубенчик убежал на лестницу, когда мы открыли дверь почтальону. Павлик говорит. Нет, это, наверное, почтальон взял моего Бубенчика. Наверное, он нарочно дал нам письмо. А мою дрессированную кошечку взял себе. Это был хитрый почтальон. Бабушка засмеялась и говорит шутливо. Завтра почтальон придет. Мы отдадим ему это письмо. И взамен возьмем у него назад нашу кошечку. Вот бабушка села в кресло и заснула. А Павлик надел свое пальто и шапочку. Взял письмо и тихонько вышел на лестницу. Лучше думает. Я сейчас отдам письмо почтальону. И лучше я сейчас возьму от него мою кошечку. Вот Павлик вышел во двор и видит. Во дворе нету почтальона. Павлик вышел на улицу. И пошел по улице и видит. На улице тоже нигде нет почтальона. Вдруг какая-то одна рыжая тетя говорит. Ах, поглядите все, какой маленький малыш идет один по улице. Наверное, он потерял свою маму и заблудился. Ах, позовите скорее милиционера. Вот приходит милиционер со светустком. Тетка ему говорит. Поглядите, какой мальчик. Лет пяти заблудился. Милиционер говорит. Этот мальчик держит в ручке письмо. Наверное, на этом письме написан адрес, где он живет. Мы прочтем этот адрес и доставим ребенка домой. Это хорошо, что он взял с собой письмо. Тетка говорит. В Америке многие родители нарочно кладут письма в карман своих детям, чтобы они не терялись. И с этими словами тетка хочет взять письмо от Павлика. Павлик ей говорит. Что вы волнуетесь? Я знаю, где я живу. Тетка удивилась, что мальчик так смело ей сказал. И от волнения чуть в лужу не упала. Потом говорит. Поглядите, какой бойкий мальчик. Пусть он нам тогда скажет, где он живет. Павлик отвечает. Улица Фонтанка, 5. Милиционер поглядел на письмо и говорит. Ого, это боевой ребенок. Он знает, где он живет. Тетка говорит Павлику. А как тебя зовут? И кто твой папа? Павлик говорит. Мой папа шофер. Мама ушла в магазин, бабушка спит на кресле, а меня зовут Павлик. Милиционер засмеялся и сказал. Это боевой, показательный ребенок. Он все знает. Наверное, он будет начальником милиции, когда подрастет. Тетка говорит милиционеру. Проводите этого мальчика домой. Милиционер говорит Павлику. Ну, маленький товарищ, пойдем домой. Павлик говорит милиционеру. Давайте вашу руку. Я вас доведу до своего дома. Вот мой красный дом. Тут милиционер засмеялся. И рыжая тетка тоже засмеялась. Милиционер сказал. Это исключительно боевой, показательный ребенок. Мало того, что он все знает, он еще меня хочет до дома довезти. Этот ребенок непременно будет начальником милиции. Вот милиционер дал свою руку Павлику, и они пошли домой. Только дошли они до своего дома, и вдруг мама идет. Мама удивилась, что Павлик идет по улице. Взяла его на руки, принесла домой. Дома она его немножко побронила. Она сказала. Ах ты, противный мальчишка. Зачем ты убежал на улицу? Павлик сказал. Я хотел у почтальона взять моего бубенчика. А то мой бубенчик пропал. И, наверное, его взял почтальон. Мама сказала. Что за глупости? Почтальоны никогда не берут кошек. Вон твой бубенчик. Сидит в шкафу. Павлик говорит. Вот так номер. Смотрите, куда прыгнула моя дрессированная кошечка. Мама говорит. Наверное, ты, противный мальчишка, ее мучил. Вот она и забралась на шкаф. Вдруг проснулась бабушка. Бабушка, не зная, что случилось, говорит маме. Сегодня Павлик очень тихо и хорошо себя вел. И даже меня не разбудил. Надо за это дать ему конфетку. Мама говорит. Ему конфетку не нужно давать. А нужно в угол носом поставить. Он сегодня убежал на улицу. Бабушка говорит. Вот так номер. Вдруг приходит папа. Папа хотел рассердиться. Зачем мальчик убежал на улицу? Но Павлик подал папе письмо. Папа говорит. Это письмо не мне, а бабушке. Вот бабушка надела очки на нос и стала читать письмо. Потом она говорит. В городе Москве у моей младшей дочери родился еще один ребенок. Павлик говорит. Наверное, родился боевой ребенок. И, наверное, он будет начальник милиции. Тут все засмеялись и сели обедать. На первой был суп с рисом, на второе котлеты, а на третьей был кисель. Кошка Бубенчик долго сидела и глядела со своего шкафа, как Павлик кушает. Потом не вытерпела и тоже решила немножко покушать. Она прыгнула со шкафа на комод, с комода на стол, соснула на пол. И тогда Павлик дал ей немножко супа и немножко киселя. И кошка была очень этим довольна. Теперь предлагаю вам сделать вот такого котика из бумаги. Для поделки вам потребуется лист А4 цветной бумаги, двусторонний, карандаш, ножницы, линейка, клей и еще черная тонкая гелевая ручка. Отмерим ширину нашего котика. Ширина будет 5 сантиметров. Чертим полоску и отмеряем линии, как показано на рисунке. Внизу сделаем лапки нашему котику. Отмеряем по 1,5 сантиметра слева и справа. А длиной будут наши лапки 4 сантиметра. Рисуем сверху ушки, как показано на картинке. Отрезаем все лишнее. А теперь нарисуем нашему котику веселую мордочку. Начинаем сгибать. Отогнем голову нашему котику назад, как показано. Делаем еще 2 сгиба по линиям. Это будет туловище нашего кота. Мажем полосочку клея у основания лап. И теперь приклеиваем туловище к лапкам. Сделаем хвостик нашему котику. Для этого отрезаем полоску бумаги шириной 1 сантиметр, длиной 9 сантиметров. И закручиваем ножницами в спиральку. Наш замечательный котик готов. Продолжение следует... Продолжение следует...